Смотрите в выпуске. Мы – Россия. Патриотическая акция для детей прошла в детском саду Биробиджана. МАК-2023. В ЯО продолжают борьбу с очагами произрастания дикорастущей конопли. Студенты по направлению экономика Преамурского госуниверситета имени Шалом Алейхима свои квалификационные выпускные работы представили как реальные бизнес-проекты. В рамках программы «Приоритет-2030» ВУЗ активно содействовал развитию предпринимательских способностей учащихся. Главная цель – как можно раньше погрузить студентов в бизнес-среду и привлечь инвестиции в стартапы выпускников. Самый перспективный проект получит грант в размере 100 тысяч рублей от регионального центра «Мой бизнес». Конечно, основной критерий – это жизнеспособность, идеи студента, выпускника, начинающегося бизнесмена на рынке. И, соответственно, любая идея должна приносить и генерировать доход. Доход, естественно, должен служить на благо предпринимателя и всего общества. Потому что любой предприниматель несет в том числе большую социальную функцию, обеспечивая работу не только себя, но и наемных работников. Защищают дипломы как стартапы студенты разных направлений и специальностей. Экономисты представили восемь различных тем. Диплом может быть написан как уже существующий бизнес-проект, так и как стартап в стадии идеи. Еще одно отличие – теперь его может создать команда. Можно сказать, что так и получилось у одной из студенток. Ведь производством грибов-вешенок она занимается вместе с семьей. Теперь осталось продумать стратегию развития дела и вывести продукт на новые рынки, что и заинтересовало экзаменационную комиссию. Первая бизнес-миссия в 2019 году в ноябре состоявшаяся доказала интерес монгольской стороны. Именно к вешенкам Роман Алексеевич участвовал в этой поездке. И на октябрь мы планируем реверсную бизнес-миссию. Потенциальные работодатели здесь не задают формальных вопросов, а готовы помочь на практике. Помимо прочего, диплом теперь будет существовать не только в электронном виде или на бумаге. Результат можно увидеть наглядно, потрогать и даже попробовать на вкус. Сначала первый год проекта будет налоговый режим самозанятость. Если сбыт будет налажен, то есть мы выйдем на какие-то рынки, в ЕАО, может быть, где-то не будут сопределы, мы уже будем открывать ИП. При открытии ИП уже будем непосредственно сотрудничать с центром «Мой бизнес», который планирует бизнес-миссии в Китай и куда-то уже за границу. Проекты разные, но объединяет их одно. Все они могут повлиять на развитие областного центра и автономии в целом, на налаживание экспортных отношений. А сам конкурс «Бизнес-идей» стал дополнительным стимулом для студентов. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Изменения в налоговом законодательстве и вопросы трудоустройства граждан обсудили в мэрии Биробиджана на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В 2023 году для всех налогоплательщиков открыт единый налоговый счёт. Это новый способ учёта начисленных и уплаченных налогов и взносов. Этот счёт пополняется с помощью единого налогового платежа до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. В первую очередь теперь зачитывается НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты, то есть задолженность по НДФЛ. Во вторую очередь зачёт осуществляется в НДФЛ с текущим сроком уплаты. Ну а дальше порядок не изменился. То есть третья очередь это недоимка по налогам, текущее начисление по налогам и пение, проценты и штрафы. С 1 января 2023 года новые правила касаются организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Единый налоговый счёт теперь есть у всех, а применение нового порядка уплаты и учёта налогов обязательное. Обсудили на заседании совета и вопросы, связанные с трудоустройством безработных граждан. По данным областного центра занятости, количество вакансий в ЕАО увеличивается. На конец июня их насчитывается около 9 тысяч. И практически все из них предполагают оплату труда выше прожиточного минимума. Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия сельского лесного хозяйства, обрабатывающих производство, строительство, добычь полезных ископаемых. Суммально на их долю приходится около 70% от заявленной работодателями потребности в работниках. В ЕАО сегодня отмечается устойчивый спрос на специалистов инженерно-технических, медицинских и педагогических специальностей. Также работодателям области нужны технические рабочие сферы сельского хозяйства, энергетики, строительство и отделки помещений и другие. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21. Утренняя патриотическая зарядка в поддержку акции «Мы – Россия» прошла для воспитанников двух биробиджанских детских садов. Дети и взрослые активно принимали участие в разминке. Стоя бок о бок с друг другом, они понимали, как важно быть рядом. Такие мероприятия до дошкалят доносят истинный патриотизм, показывают на примере взрослых их огромную любовь к Отечеству. Я надеюсь, что наше мероприятие позволит лишний раз всем почувствовать любовь к Родине и быть едиными. Все 504 участника акции были одеты в форму с расцветкой российского триколора. Небольшая по продолжительности, но насыщенная разными элементами, утренняя разминка пролетела на одном дыхании. У меня здесь две дочки. Одна уже выпускница, а вторая на год младше. Зарядка эта воспитывает патриотизм у детей. Я пришел сюда показать личным примером. Сюда еще пришел их брат. Заряд бодрости и хорошего настроения получили все присутствующие. Спортивного азарта добавили и показательные выступления приглашенных спортсменов-хэквондистов. Софья Геннатулина, Денис Листюхин, Новости 21. На территории Еврейской автономной области продолжается работа по уничтожению очагов дикорастущей конопли. Мероприятия проходят в рамках операции МАК-2023. В борьбе с сорняком сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков активно оказывают поддержку военнослужащей войсковых частей и администрации поселений региона. Уничтожение очагов проходит при помощи гербицидов, газонокосилок и других спецсредств. Так, только в районе села Новая на площади 2 гектара уничтожено 1800 кустов конопли весом более 130 килограммов. В окрестностях села Квашнино уничтожено более 100 кустов растения. Сотрудники правопорядка напоминают, что землевладельцы, на чьей территории произрастает конопля, несут личную ответственность за непринятие мер по ее уничтожению. Продлится операция МАК-2023 в ЕО до конца октября текущего года. Андрей Кирюшин, Новости 21.